Здравствуйте, товарищи! Вам сейчас, наверное, кажется, что все потеряно и чего сделать нельзя? На самом деле это не так. Вы все еще можете отвесить могучего пролетарского пенделя Идру, Крайсберкому, Памфиловой, лично гаранту и остальной вертикали. За что, спросите вы? А за все. За повышение пенсионного возраста, за повышение НДС, за рост налогов, рост коммуналки, рост цен, в конце концов. Ибо не хрен. Что от вас сейчас требуется, чтобы типа самовыдвиженец, он же самоназначение, победил? Ну, самое простое, очевидное, неправильное решение это тупо не ходить на выборы. Выберут без вас. Вы мне можете возразить, что если выбирать не из кого, ну, на самом деле, да, выбирать не из кого. Но единственное, что мы сейчас можем сделать, если все-таки идти на выборы, это выбрать не того, кого нам подсовывают. А то, какие сейчас средства буханы в пиар вот этого конкретного кандидата, что показывает, что им это сейчас крайне важно. Ну, теперь немного вводных. Минимального порога явки сейчас нет. Это протесты начальства, сколько бы они пришли на выборы, хоть два человека на весь край, из двух миллионов, они все равно будут признаны состоявшимися. Почему в кандидатах только эти? Ну, вы сами видели, почему других нет. Кто-то снялся, кого-то не пустили. Кто-то даже не смог выдвинуться. Ну, это бы ужасные выборы как бы. А еще у нас в Крайсбергкоме сидят все те же люди с прошлого раза, которые у нас в сентябре, собственно, проворачивали вот этот вот цирк с конями. Все та же Гладких, все тот же Охотников. Все те же Учителя, потому что Памфила просил их специально не трогать, иначе кто же у нас будет фальсифицировать выборы. Единственная перестановка, которая там случилась, это замена одного из членов Крайсбергкома на, кого бы вы думали, на непотопляемого вице-мэра Владивостока Литвинова, которого Верденько таки успел выгнать перед своим уходом. Далее. Результаты деятельности вы сейчас можете видеть буквально всюду. Это расклеенные в автобусах объявления, в каждой газете по 3-4 статьи, в телевизоре. И там каждая передача не обходится без упоминания просто кандидата. Это, между прочим, гигантские деньжища. Например, на телевидении время эфирно измеряется по секунду. Вы можете представить, сколько стоит в день выпускать по 3-4 передачи специально, чтобы упомянуть там вот этого вот назначенца нашего. А оплачиваем это все мы с вами. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем сделать и как будет меняться результат, если мы будем в себе по-разному вести. Дальше пойдут кучи графиков. На них есть несколько особенностей. Кандидатов там 5. Чтобы никого не обидеть, не называть ни чьей фамилии, никого не пиарить. Они названы по героям басни Круглова «Квартет». Ну, помните, которая «А вы, друзья, как не садитесь, все музыканты не годитесь». Ну, потому что там такие кандидаты, что... Еще одно замечание, которое я хотел сказать. У одного из кандидатов всегда будет некоторое количество голосов. Ну, я думаю, понимаете у кого. И за счет чего эти голоса будут. Бюджетники, военные, само ядро, нодовцы там всякие и прочие отшибленные. Ладно, давайте к делу. Первый график. Он же первый в ряд. Вы, как обычно, сидите дома, бухтите на кухне, как гадкое ядро, опять всех наддома. В данном случае нужный кандидат получает 60 голосов и 60% соответственно. Остальные четверо спойлеров по 10%. Победа в первом туре. Все свободно. Можете держать в Мандавию на Новый год. Реант второй. Некоторое количество жителей внезапно осознают себя гражданами. И приходит голосовать на выборы протестно. Явко в этом случае поднимается со 100 до 140 человек. Каждый из спойлеров получает еще по 10 голосов. А процент главного кандидата рушится с 60 до 43%. Нормально? И здравствуй второй тур. И чтобы теперь натянуть эти необходимые 50%, нужно будет очень сильно побегать. Вообще, чем больше людей придет, тем призрачнее шансы кого надо. Вот следующий график, который тоже показывает. Тоже пришло еще больше людей, голосуют еще больше за спойлеров. Видите, процент кого надо упал уже до 37%. А до 50% все больше и больше. На самом деле в реальности будет как-то так, потому что в списке есть реально стремные люди. И к тому же широко известные. Я обращаю внимание, что бюллетени пока никто не портит, а второй тур уже есть. А здесь мы подходим к самому печальному. Вчера состоялась пресс-конференция нашего рыжего пупсика, на которой он призвал портить бюллетени. Дескать, впишите туда шестую фамилию, поставьте на против галочки и выразите таким способом свой протест. Я вам расскажу, почему это глупость. Товарищи, если вы думаете, что будет как-то вот так, то здесь есть одна очень большая коварная засада. Сейчас покажу, какая. Если вы обычный человек и не интересовались специально избирательным законодательством, то в вашем сознании, скорее всего, портить бюллетени, это написать поперек бюллетени какое-нибудь нехорошее слово, порвать его пополам или что-то подобное. Так вот, если вы не будете знать, как правильно портить бюллетени, то может получиться вот так вот. Сейчас объясню, почему. Вот это незаполненный бюллетень. Если вы кинете в урну, с точки зрения законодательства, он будет признан недействительным. Если унесете, порвете и выбросите, утрачен. Они проходят по разным графам итогового протокола. Вот это тоже недействительный бюллетень, поскольку мы выбираем одного человека, но проставлено больше одной позиции. Правило то же самое. Кинете в урну, зачнут как недействительный. Унесете, порвете и выбросите, он пойдет к утраченному. А вот это правильно заполненный бюллетень. Отмечен только один пункт, так как выбираем одного человека. Теперь возвращаемся к тому, что нам предлагается сделать. Он предлагает сделать вот так. То есть вписать фамилию, нарисовать отметку. Граждане, я вас заклинаю, не делайте так. Вот именно так, как нарисовано, не делайте. Потому что вот этот бюллетень может легко превратиться вот в такой. И его зачтут, потому что в комиссии сидят нужные люди. А наблюдателей на всех не хватит, я вас уверяю. Если вы реально хотите испортить бюллетень, и одновременно сделать так, как вам посоветовал Лищенко, сделайте хотя бы вот так. Такой бюллетень уже за вас никто не проставит. Теперь скучная часть. Давайте немножко покопаемся в законодательстве, посмотрим, что там есть на эту тему, чтобы вы поняли, что я ничего не придумал. Идем на сайт крестберкома. Качаем свежую редакцию в Братево Кодексе, которую оправили только в октябре, специально под нашего самоназначенца. Находим 81-ю статью. Смотрим отделение. Первый блок – это как добиться второго тура. Обращаем внимание, что учиться в отца только зарегистрированный кандидат. Никаких вписанных фамилий не поможет. Второй выделенный блок – это как можно сорвать второй тур выборов. Скажем, если у нас останутся во втором туре два кандидата, мартышка и осел, и осел снимется, ну, осел, то бюллетень будет вопрос сформулирован следующим образом. Хотите ли вы, чтобы мартышка стал губернатором? Да, нет. Если в итоговом голосовании «да» наберет больше 50%, она пройдет. Если нет, то, извините, мартышка и каютка, она не избирается. А вот если осел не снимется, ну, значит, будет губернатор-осел-мартышка опять в пролете. Осла потом все равно снимут, а вот квартир придется собирать заново. Третий блок здесь – это как вообще определяется, сколько человек проголосовало. Следующий слайд. Смотрим 17-й пункт. Что такое недействительный бюллетень с точки зрения законодательства? Обращаю внимание, опять, никаких упоминаний посторонних надписей. Важны только отметки в квадратах и их число. Ну и далее, для справки, из чего состоит итоговый протокол избирательного участка. Обращаю внимание на строчке 9, 10 и 6. Следующий слайд. Что такое испорченный бюллетень с точки зрения законодательства? И чем он отличается от недействительного? Если вы будете самостоятельно читать кодекс, вы обязательно на это напоритесь и будете долго соображать, что и как. Так вот, испорченный – это когда вы пришли, взяли бюллетень, проголосовали за кого-то, но потом передумали. То есть у вас есть правильно заполненный бюллетень, но отметка стоит не в том квадрате. Тогда вы идете, обращаетесь в комиссию, вам выдают замену бюллетеня, старые изымают и отрезают от него угол. Вот это испорченный бюллетень становится. А недействительное – это когда вы идете в кабинку, либо ничего там не ставите, кидаете в урну потом, либо ставите там больше двух отметок, а лучше все для верности, и опять кидаете в урну. Если вы этот бюллетень заберете, он будет утраченным. То есть то, что в обиходе называется «спорченный бюллетень», с точки зрения законодательства, это недействительный бюллетень. Теперь выводы. На выборы идти надо. Потому что то, что вы не пойдете, от вас, собственно, только это и требуется, чтобы вы сидели дома и никак не мешали избираться нужным людям. Что делать на выборах – это уже зависит от вас. Либо вы голосуете за одного из спойлеров, тогда происходит то, что я вам показывал на графике. Либо голосуете, как сказал Ищенко, но при этом вычеркиваете все отметки бюллетеня, чтобы не могли поставить одну какую-то галку и сделать его за нужного кандидата. Ну и задание со звездочкой – это записаться наблюдателем на участок. Есть вот такой семинар для наблюдателей без опыта. Ссылка будет в описании этого видео. Обязательно киньте бюллетень в урну. Тут некоторые горячие головы предлагали мазать его говном. Вот, прошу вас, не надо этого делать, потому что в качестве помощников на участке работают вполне живые люди. Представьте вам копаться в этом говеном бюллетене. Им платят какие-то деньги, но я вас уверяю, не столько, чтобы это делали с охоты. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте это видео и будьте с нами.